Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих, с вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. И сегодня мы с вами рассмотрим мои непосредственно тексты прозаические, я о них недавно уже заикался, говорил, давайте-ка посмотрим, что я вообще написал за эти годы, чему это посвящено, о чем это, какие там персонажи. И для этого мы используем меню Храма Бесконечности. В Храме Бесконечности, напоминаю, имеется отличное меню, в котором присутствуют определенные архивы. В прозе это определенно, ну, только всевозможные аннотации к моим произведениям, ну и выложены диалоги также, диалоги, диалоги можете тоже почитать, диалоги Плутона, демонологи и богологи, это все присутствует у меня в открытом доступе, это всегда можно было прочитать уже очень давно. Но начнем мы непосредственно с романов, потому что это самая интересная часть моего прозаического творчества, самая большая, самая существенная, и с ней мы будем сегодня разнакомиться и работать. Напоминаю, что я пишу преимущественно в жанре философской фантастики, ну, поскольку это, с одной стороны, соотносится с моей специальностью, с другой стороны, соотносится с моим философским учением, ну, с другой стороны, такой жанр мне кажется наиболее приемлемым, и я бы сам такие книжки бы с удовольствием бы читал. Если бы я сам их не писал, я бы такие книжки с удовольствием читал бы залпом. Да. Ну и вот, как вы можете заметить, в 2010 по 2015 год там будет всего-то 10 романов. Всего-то 10 романов, скажите, да, за 5 лет. Не густо. На самом деле густо, для многих людей это густо. А почему этот период выделен? Потому что вот там 10 романов как раз. А дальше идут 2016, 2017, 2018, 2019 годы, в каждом из которых я написал около 10 романов. За каждый, за один год, да, непосредственно. Многие могут подумать, ну, что это за графомания, откуда столько вообще романов, зачем их столько писать, и, наверное, какая-то ерунда там написана. Ну, давайте попробуем разобраться, ерунда или не ерунда. Ну, и непосредственно я расскажу вам о них не только для того, чтобы просто похвастаться, а хотелось бы их когда-нибудь издать, заинтересовать публику. Чтобы кто-нибудь там помог мне с редактированием, например, романов. Или что-нибудь, ну, кто-нибудь подкинул деньги на редактирование, издание и так далее, и так далее, и так далее. Почти любой роман можно издать или прочитать, попросить меня. Ну, с ошибками, конечно, он будет. Причем первые романы 2010-2015 год, там еще и со стилистическими ошибками в большом таком размере, я тогда еще стиль не нащупал свой. Ну, в общем, надеюсь, со временем вы со всем познакомитесь непосредственно. Смотрим. Романы 2010-го по 2015-й годы. Ну, как видите, я уже, да, десятилетия целое творю. Первый называется Альфа и Омега, второй Демоническая Академия, третий На Краю Вселенной, четвертый Сновидение, пятый Семь Миров, шестой Зоя, седьмой Ортократия, восьмой Стихио, девятый Этикон, десятый Диасиента и одиннадцатый Гибель Вселенной. Обращу заранее ваше внимание на то, что у меня такая стилистическая фишка присутствует. Я некоторые романы делаю суммами романов предыдущих. То есть, например, Гибель Вселенной, это как раз даже логическое завершение вот этих вот всех предыдущих романов, и оно завершает 2015-й год, так скажем. И вот первый этап, можно сказать, моего творчества. Гибель Вселенной — это такой роман, в котором объединяется все, что было раньше. Там присутствует планета из Альфы и Омеги, мир Риада, Риада — город, там вроде как называется, ну неважно. Демоническая Академия присутствует на краю Вселенной, и персонажи из всех вот этих вот романов там так или иначе представлены. То есть, это первая сумма романов. Потом будут другие, побольше. Начнем с самого первого романа. Это Альфа и Омега. Жанр — философская фантастика. В нем я непосредственно и начал писать свои произведения, и это мне очень понравилось. Объем 20 авторских листов. Это, поверьте мне, достаточно много. Это, ну, это связано прежде всего с тем, что я писал тогда крайне объемно. Это роман действительно очень толстый. Он, по-моему, даже 22 авторских листа был до правок. Я там вырезал много разных моментов, таких философских вступлений, которые, в принципе, ну, не нужны, к сожалению, оказались. Да, этот роман написан стилистически не очень хорошо. Ну, это первое произведение, которое, в общем-то, определило развитие всего грядущего, на чем я буду работать. Да, такое лирическое вступление мы с вами прошли. Смотрим дальше. О чем этот роман? Так вот, он рассказывает о споре двух богов — Альфы и Омеги. Притом это не просто боги, это такие своеобразные сингулярности. Они не имеют определенных тел, пространственных таких распределений. Они существуют в сжатом состоянии. У них особое бытие внепространственное, вневременное, но вы это уже поняли. Но при этом у них есть у каждого бога ядерная часть, ядро, то есть, и периферия. Периферия может переходить от бога к богу, а ядро нет, по сути. Чем больше периферия у бога, у того или иного, тем он мудрее, умнее, тем больше операций он может проводить и так далее, и так далее. Среди вот этих вот всех богов существовало двое. Двое самых сильных, самых потрясающих. Боги символически названы Альфа и Омега. Притом, на самом деле, у них нет имен. У них вообще просто нет имен на самом деле, но они просто Альфа и Омега, потому что нам так будет удобнее. Греческими буквами будут обозначаться все боги такого рода, из вот этой вот вселенной самой, просто ради удобства. Более того, боги в этом романе говорят исключительно стихами. Ну, греки все-таки говорили, что поэзия — это язык богов. Ну, и вот язык богов я использовал непосредственно в своем первом романе. Да. В чем заключается завязка романа? Ну, почему? Ну, в чем спор заключается вот этих двух богов? Так вот, мир устроен таким образом, что любой из этих божеств, от Альфы до Омеги, но на самом деле их значительно больше, но я просто вот... Еще будут появляться там лямды когда-нибудь в следующих моих романах, но это неважно. Вот у Альфы и Омеги вот в чем спор заключается. Боги обладают определенным, в общем-то, свойством. Они могут засыпать. Почему они могут засыпать? Ну, потому что они испытывают некоторое состояние такой вселенской скуки. Оно несопоставимо с земной скукой, но при этом является крайне неприятным, даже для божеств. И для того, чтобы почувствовать себя смертными людьми, каким-то образом повеселить себя, пожить в таком мире, в котором есть пространство, время, какие-то чувства, эмоции, что-то в нем есть такое, что отличается от вот этого их невероятного сжатого существования, они могут заснуть. И во сне сотворить целую вселенную. И в этой вселенной стать одним из людей. Да, в этой вселенной. Притом, отличие от солипсизма здесь заключается непосредственно в том, что они, вот эти вот боги, они существуют во сне. Они превращаются сначала в одного персонажа. А потом могут переходить в следующего, в этой же самой вселенной. А потом еще в следующего, и так в следующего, и так проходят века внутри этой вселенной. Сама вселенная развивается, происходят какие-то действия, какие-то там законы. Весь мир меняется внутри этой вселенной. Но этот бог проживает свою жизнь тем или иным образом. Так вот, Омега один из тех богов, которые не любят спать. А Альфа наоборот, он любитель как следует выспаться, погрузиться, в общем-то, вот эту человеческую сущность, и не только человеческую, вероятно, но будут разобраны люди в данном случае. Человеческую сущность погрузиться и почувствовать себя обычным, обычным существом. Ну и вот, погружается Альфа в сон. Много раз. И в итоге Омега приходит к нему и говорит, что в этом сне, Альфа, ты достигнешь наконец-то истины. Ты узнаешь, что существуем мы, боги Альфа и Омега. И, в общем-то, что мир устроен так, как он на самом деле устроен. Именно в этом сне уже все. Все подошло к тому, чтобы ты наконец-то узнал об этом и развеял иллюзию. Иллюзию своего сна. И это, ну, собственно, как-то для Альфы тоже плохо. Он, наверное, бы не хотел, чтобы его сон вдруг был опознан. Так вот. И первая половина романа. Первая половина романа после такого видения с богами повествует о развитии мира от самой древности, даже не от древности, от первобытных времен к современности. Рассказывается, как Альфа в обличии главаря, в общем-то, деревни своей развивает общество постепенно, создает религию в следующем своем обличии, становится, не знаю, главнокомандующим, поэтом, управляющим, и постепенно-постепенно все развивается космонавтом, пока время не доходит вот до современности. И не рождается Алитей, последнее воплощение Альфы. В общем-то, на вот эту вот жизнь, на жизнь Алитея, Омега и делает свою ставку. Он делает ставку, ну, то есть, если Альфа проиграет, если Алитей узнает истину этого мира, то Альфа будет вынужден передать Омеге часть своей периферии. Вот так вот получается. Такой интересный, неплохо обыгранный салепсизм в качестве философской концепции лежит в основании этого романа, с одной стороны. А с другой стороны лежит интрига о том, ну, сможет ли, в общем-то, Алитей достигнуть истины. И при этом, если он достигнет истины, то Альфе от этого будет только хуже. Ну, то есть, такая интересная, завораживающая концепция. Но написан роман, честно говоря, довольно-таки тяжело. И выправлять его надо вот очень-очень сильно. Я его брался исправлять раз пять, наверное, но всякий раз я нахожу все больше и больше стилистических косяков. Ну, его издание, наверное, будет далеко не самым первым по порядку. Но роман, сама задумка, она просто, по-моему, невероятно интересная. И работать с этим было, ну, очень приятно. Особенно в первый раз это какое-то своеобразное озарение было. Дальше более простой роман. Девять авторских листов. В два раза меньше. Даже немножко меньше, чем в два раза меньше. Это чистое фэнтези. Это первая попытка создать фэнтези. Ну, от меня это фэнтези не мой обычный жанр. Но вот второй роман, очень короткий. Но при этом в нем множество находок. В общем-то, человек умирает и попадает в ад. В аду он может встретить Фрейда, Сократа, Гегеля. Там он общается с разными людьми. Но ему быть обычной душой в аду как-то не очень хорошо. Никак не очень интересно. И он обнаруживает, что демоны, демоны более могущественные существа. И более прекрасные, главное, они могут менять свой облик в соответствии со своим внутренним ощущением. Так вот, в отличие от других душ, души в аду как бы привязаны к своим ощущениям, к своим грехам. И не умеют управлять своей вот этой душевной силой. И поэтому они почти все уроды. Ну, например, какой-нибудь человек, который любил подслушивать, становится человеком с большим ухом. Как это было написано, описано у Ницше. Ну, вы знаете, у Ницше есть специальный такой афоризм, который повествует о том, что вот некоторые люди все больше и больше специализируются. И вот там скоро появится человек, который будет там одним носом, или одним ухом, или только глазом. А вот в аду происходит, в принципе, то же самое. Только их такие вот астральные, так скажем, тела изменяются в зависимости от их внутреннего самочувствия. Герой, кстати, подвергается различным таким проблемам. Он жиреет, например, от того, что он начинает очень много лениться. Он становится толстым. И все-все тут подвластно. Он как бы становится подвластен своим состоянием. Ему это не нравится. И он пытается вырваться из этого. Так вот. Наш герой пытается поступить в Демоническую Академию по этому поводу. Он обретает определенный... Он учится пользоваться демонической силой. А демоническая сила, она в данном романе работает на базе воображения. То есть вам нужно откинуть... Вам нужно, во-первых, поверить в то, что вы это сделаете. Это раз. Потому что не все души верят, и поэтому они могут это сделать. А во-вторых, вообразить. При этом наш герой, он один из немногих демонов, для которого ему для воображения нужно обязательно закрыть глаза. Только закрытыми глазами он хорошо воображает. При этом очень тяжело сражаться с другими демонами, кстати, когда у тебя закрыты глаза. Для этого ему приходится развивать определенное зрение. Ну, в итоге, в общем, он попадает в Демоническую Академию. Постепенно там учится, связывается там с Уфиром, тоже известным демоном. Ну, вы можете тоже про Уфира прочитать. Но в этом же аду, в общем, Уфир начинает революцию против Сатаны, Люцифера и Мефистофеля, которые в данном романе представлены как определенная триада. Олицетворение трех голов Сатаны у Данте написано, ну, не только, нет. Я, скорее всего, когда это писал, не то самое подразумевало, ну, просто их трое. Это просто три, как бы, разных демона в данном романе. И вот в длительной бескрепровисной борьбе вскрываются многочисленные тайны ада. Это действительно новое поколение, на мой взгляд, фэнтезийной литературы. Оно подвижное, оно интересное. Философии здесь, кстати, значительно меньше. Это просто такой вот переходный роман к более таким серьезным работам. Он мне пригодился. Пригодился на ранних этапах. И это действительно классно. Следующее мое произведение. Третий роман. На краю вселенной. Философская фантастика. Снова философская фантастика. Но даже ближе, наверное, научная фантастика. Да. 14,5 авторских листов. Это вполне так нормально. Все мои романы в последующем, по большему счету, будут занимать от 10 авторских листов до 15. Написано в 2012 году. Ну, скорее всего, кстати, нет. Здесь я уже на обум многие цифры ставил, потому что я разметку долгие годы не делал. Место действия. Земля в недалеком будущем. Край вселенной. Земля... Да, Земля в далеком будущем. Несколько мест действия. Тобиас Фридман. Молодой лауреат Нобелевской премии в области физики. Вместе со своей семьей и лучшим другом и командой специалистов отправляется к недавно обнаруженному краю вселенной. То есть, оказывается, есть край вселенной. Представляете себе? Да, спасибо, Анастасия, за похвалу Романа. Я рад, что ты, кстати, с нами. Приветствую. Так вот. У нас есть определенный край вселенной, оказывается. И вот он был обнаружен. И Тобиасу приходится уговорить своего приятеля, друга и прекрасного пилота, просто талантливого пилота, Льюиса Гранта, который сейчас, на самом деле, управлял там подводной лодкой. И он очень такой вздорный, старый, такой злой, озлобленный дед. Он отличный пилот, но он злобный, злобный, гадкий дед. Так, в общем, Тобиас Фридман уговаривает вот этого вот старика помочь ему и отправиться вместе с ним в космос. Непосредственно Тобиас был изобретателем того самого двигателя, который позволяет за мгновение преодолевать огромные расстояния. И отправится непосредственно на край вселенной. Герои отправляются туда. Оказывается, что край вселенной, ну, пожирает все, что выходит за его пределы. И поэтому, ну, герои, ну, решают возвращаться. Что им там делать? Просто это какая-то уничтожающая снаружи черная дыра, которая все в себя поглощает и не выпускает назад. Да. Но они возвращаются и на Земле. Оказывается, проходит два века. А планета изменилась до неузнаваемости. Ее захватили таинственные маги, разрушившие современную цивилизацию. Причем маги, они условно маги. Они пользуются определенными тяжелыми, такими хитрыми технологиями. Все остальное общество деградировало, но появились маги. Такие хитрые, хитрые и очень мощные персонажи, которые используют науку для того, что, ну, именно техническую науку, чтобы доминировать и управлять всеми остальными. Да, и таких вот моментов, таких изменений во времени, перемещений в разные времена будет здесь довольно много. Здесь исследуются вообще вопросы о том, насколько наука может помочь человечеству, насколько навредить именно практическая наука, и насколько теоретическая наука вообще, в принципе, может отвечать на такие глубокие философские вопросы. Да. Тобиас Фридман — это такой персонаж, который представляет собой такого чистого сиентиста. Он очень любит науку, очень уважает ее, занимается ей, думает, что только наука может дать ответы на все вопросы. Но он будет часто беседовать со своим учителем, который, в общем-то, является противником данной концепции. Это тоже физик, это тоже потрясающий умный человек, но он как бы говорит, что нет, наука не может дать ответы на все вопросы. И тут будет такое интересное противостояние двух интересных персонажей, во-первых. А во-вторых, будет много других завораживающих, просто потрясающих моментов. Это третий мой роман, он действительно, наверное, на порядок выше Демонической Академии, и написан несколько лучше тоже. Здесь я уже пишу немножко лучше. Следующий роман — «Сновидения». Мы, конечно, разбираем все довольно долго, но именно в таком режиме, наверное, лучше, когда вы получаете комментарии довольно-таки просторные обо всем, что было мной написано. «Сновидения» — философская фантастика, 2013 год. Место действия — именно бесчисленные сновидения. Главные герои — это Теос и Атеос непосредственно. Теос — атеист. Ой, Теос, наоборот, теист, а Атеос — атеист. А Теос — это неохристианин, а Атеос — ну такой современный атеист. И в чем проблема? Ну, вроде бы, два противоположных человека с атеистическими и атеистическим мировоззрением. Проблема в том, что они начинают с определенного момента видеть во сне друг друга. Один живет на одном полушарии, другой на другом. Когда один ложится спать, другой просыпается. И во сне они видят друг друга. И со временем учатся даже разговаривать друг с другом. Когда один спит, другой ходит, в общем-то, и они могут друг с другом разговаривать. Они друг друга не любят, они друг с другом спорят постоянно. Когда один думает, другой может читать его мысли. И в некоторых ситуациях, получается, они постепенно учатся владевать этой способностью сновидения, такие люди, как они, называются сновидцами непосредственно. И они учатся, в общем-то, развивать вот эти вот свои способности сновидения и непосредственно переключаться, управлять телами друг друга даже со временем. И не только. Не только. Концепция сновидения очень интересная. И с ними внезапно связываются два общества. Два таких странных террористических непосредственно общества. Одно из них общество бога, другое общество дьявола, которое общество бога вредит, в общем-то, атеистам, а общество дьявола вредит, наоборот, верующим. Ну и в обществе дьявола атеисты в основном. Так вот. Интересная, действительно, тоже концепция. И это все постепенно будет развиваться в мирах сновидений. Будет переходить через другие сновидения. Будет много снов. Даже отсылки на софистов тоже будут. Это тоже интересный роман. Наверное, самое интересное, что я смог породить на тему сновидений за всю свою, в общем-то, историю. Я потом особо даже и не касался этой темы сновидений-то на самом деле. Но это все равно интересно. Продолжаем. Семь миров. Да, здесь я опирался уже на концепцию известного философа-космиста Федорова. Ну, люди захватят другие планеты, допустим. Но что я добавил? А как будет проходить расселение по этим планетам? По какому признаку? По какому признаку человек должен отправиться, например, на Марс? Или на Луну? Луна будет считаться условно здесь жилой планетой, которую можно населить. Интересный же вопрос на самом деле. По какому признаку это будет определяться? Так вот, я решил, что это будет признак религиозный, культурологический, мировоззренческий признак. Ну, например, христиане отправятся на Луну. Мусульмане отправятся на Венеру. Там довольно такая пустынная будет планета интересная. Марксисты отправятся на Марс. И даже будут нацисты, которых, в общем-то, отправили... Так, куда я бы их отправил? Куда же я их отправил? По-моему, на спутник Европу. А почему бы и нет? Почему бы им там и не посидеть, в общем-то? И таким образом у нас формируется семь разных миров. В каждом мире доминирует одно из мировоззрений. Или несколько мировоззрений. Там есть еще одна планета, которая полностью объединяет в себе индийские все мировоззрения. Ну, вот так вот получилось. Плюс ко всему были открыты технологии, которые позволяют дать людям бессмертие... Первый пункт. Да. Тоже Федоровщина получается. Второе. Оживлять их. Непосредственно для этого нужны специальные клеточные такие вот... Это специальные клетки, по сути. Это мнемоциты. Мнемопамять. Мнемоциты, они запоминают то, что происходит у вас в организме, когда вы их вводите в себя. В общем, вы ввели в себе, например, мнемоциты, и все. Ваш организм больше никогда не изменится. Он останется таким, какой он есть в данный момент. Что это значит? Что, например, женщины не могут забеременеть после введения мнемоцитов. Ну, это тоже очевидно, потому что организм не будет меняться, и когда у нее появится плод, плод будет уничтожаться мнемоцитами. Когда у женщины, там, у мужчины, неважно, появится ранение, ранение будет быстро затягиваться, потому что мнемоциты будут помогать восстанавливать клетки, которые находятся внутри. То же самое с любыми болезнями, с любыми негативными какими-то влияниями. То есть вот эти существа, люди, люди достигли бессмертия, смогли оживлять других умерших и расселились по солнечной системе. Вот такая вот завязка, вступление. Что же получается из этого дальше? Какой ценой вообще это было достигнуто? Вопрос. Конечно же, большой. Конечно же, большой. И чтобы раскрыть вообще все секреты вот этих семи миров, семь главных героев, семи разных планет. То есть у каждого героя была непосредственно своя планета. При этом Земля — это нейтральная планета. Запомните это, да. Так вот, они собираются в городе Осло, ну, он случайно выбран, Норвегия, потрясающе же. Почему бы и не Норвегия? На Земле. Да, они при странных обстоятельствах все были изгнаны и были вынуждены покинуть свою планету. Они нашли друг друга в интернете и пожелали встретиться лично. И в итоге рассказали друг другу свои полные истории. О том, что произошло там у них такого странного, замечательного. В итоге наши герои их ловят и отправляют на Плутон, где их для своих опытов ожидает доктор Менгеле, один из самых главных антагонистов данного романа. Ну, то есть, если всех можно оживить, почему бы не оживить легендарного доктора Менгеле? Я это сделал. Так, что же их ждешь далее? Как это все будет развиваться? «Семь миров» — это первый мой манифест в прозе плюрализма. О том, как все представители разных мировоззрений могут взаимодействовать друг с другом, могут слушать друг друга, могут понимать друг друга и могут объединиться против общей беды. В общем-то, интересный роман, написан в 2014 году. Продолжаем. «Зоя» — это второй мой роман в жанре фэнтези. Ну, давайте я не буду здесь подробно рассказывать, у нас времени все-таки не так много, я хочу в час хотя бы уложиться со всеми романами, а мы только на шестом. Так вот. Я создал специальную планету, там куча разных существ, куча разных растений, герои путешествуют в особом мире, в специальном, отдельном, предназначенном только для них. Чистая фантастика, там всяких монстров они убивают. Звучит туповато, на самом деле. На планете «Зоя» очень много могучих чудовищ, более того, здесь постоянно идут войны. Да, герои становятся охотниками непосредственно за чудовищами, вот этими вот. Но написано это, замечаю, вот в 2014, когда я про Ведьмака даже, например, не знал. И они охотятся не так, как Ведьмак, так что здесь тоже все так нормально. Команда движется по всем крупным населенным пунктам, изучает их в том числе, и в итоге оказывается в сердце Зои. Ну, то есть материк, который находится в самой середине планеты. Что здесь вообще можно сказать? Это такое стандартное приключение. Наверное, тоже проходной роман, без какой-то сильной философской идеи. Я здесь опирался больше на создание мира. Создание большого, потрясающего, интересного мира, с интересными более-менее персонажами, отличающимися друг от друга. Ну, такая легкая литература. У меня бывает, когда я пишу легкую литературу. Не всегда же вам, в общем-то, семь миров давать. Вот давайте что-нибудь полегче. Вот есть Зоя. Это даже при тече будущей серии Array, можно сказать, где я даже уже все это начал прорабатывать еще, еще тоньше, еще интереснее. Но до Array мы постепенно дойдем. Зоя, хорошее произведение непосредственно, но не мое самое любимое, конечно. Ортократия. Ортократия, жанр, утопия. Я же должен был написать что-то в жанре утопии. Зачем я пишу десятками романов, если я не написал ни одной утопии? Шесть авторских листов, очень мало, очень маленький роман. Место действия, с одной стороны, Санкт-Петербург, ну, поскольку оно происходит в настоящем, часть действия. А вторая часть действия это Скепто, столица ортократического мира. Ортократия, роман, жанр, утопия. Описание общества будущего в данном произведении строится на ортодексологической политической теории, подчеркивающей плюрализм мнений. То есть это мир, в котором существуют люди с разными мировоззрениями, и это разница, вот это вот наличие разных мировоззрений, оно поддерживается. Люди, кстати, сегрегируются друг от друга в рамках городов, разделяются друг от друга по принципу своих мировоззрений. Они могут переходить из городов в города, но это все регулируется государством. Это не так, как у Анкапа, в общем. Это ортократия, это государство непосредственно. Это государство, которое регулирует плюрализм и многогранность. Это такое мое раннее, такое интересное представление о том, что могло бы получиться, если действительно на весь мир воплотить мою вот концепцию философскую в том числе. Как и что получилось, если политически ее организовать. И в этом обществе живут пять наших главных героев. Они живут в одном доме, в коммуналке. И постепенно их жизнь будет, в общем-то, описываться в данном произведении. Один из них, кстати, является частью правительства ортократии. Такого скрытого правительства, которого... Ну, никто не знает, кто правит ортократии, просто на самом деле, кроме вот некоторых людей. Такое скрыто интересное правительство. Мир плюрализма, мир различий. Мир, где все мировоззрения имеют место и, наоборот, даже культивируются. Ортократия. Хороший маленький роман, интересный. Стихио. Вот моя первая серия началась. Непосредственно серия романов. Роман Стихио. Все место действия происходит на планете Прокаталипси. И там есть такой небольшой материк, находящийся на севере, западе карты. Да. Тринадцать авторских листов. Порядковый номер восемь, 2015 год. Так вот. Так вот, главный философский вопрос на материке стихио, вы не поверите, это вопрос о первоэлементах. От ответа на этот вопрос зависит и этика, и практика человека. Соответственно, на этом материке имеется колоссальное количество представителей различных школ мыслей, которые отвечают на этот вопрос. Что же является первоэлементом? Огонь, вода, земля, воздух, металл, камень, железо, вино, золото, мышцы. Ну, как это было у Анаксагора, там одна из гомиомерий, это мышцы. И так далее, так далее, так далее. Предложены многочисленные варианты возможных стихий, с одной стороны, которые уже существовали в истории. С другой стороны, я добавил ряд своих. И также бережно перекомбинировал все возможные варианты, чтобы получились просто многогранные всевозможные, в общем-то, учения. А главный персонаж это Орстил, наемник, придерживающийся философии стекла. Он верит, что весь мир состоит из стекла. Такого метафизического, онтологического стекла. Он отправляется вместе со студенческой экспедицией в квинтэссенцию, столицу стихию. Он собирается убить Софию. Его цель убить Софию непосредственно, но он королеву этого материка. А преподаватель главный Кайнмайн, который не собирается, конечно же, убить Софию, он верит в философию чернил. И верит, что все мнения можно записать. Как раз из-за того, что он верит в философию чернил, он очень хочет записать все возможные позиции. Он составляет большой сборник, в котором собраны все философские воззрения материка стихио. И вот такая вот интересная команда. Кайнмайн, его студенты и Орстил, наемник, который их защищает, отправляются в квинтэссенцию, где они могут встретиться непосредственно самой мудрой женщиной за всю историю их мира с Софией. Да, их будет поджидать множество препятствий и опасностей. Они ознакомятся с большим количеством просто вот невероятных учений, невероятных комбинаций. Это произведение, в том числе, мое оправдание философской комбинаторики, предтечи, ее как философской дисциплины, поскольку оно написано раньше, непосредственно в формулировке философской комбинаторики. Вот вам пример того, как можно мыслить в прозе, в том числе. Как проза может помочь в мысли, как может продвинуть философскую мысль дальше. Как поможет развить всевозможные философские концепты. Продолжаем смотреть, что у нас здесь получается. Этикон. Следующий роман из той же серии, потому что место действия все та же планета Прокаталипси. На планете Прокаталипси когда-то также существовал материк Этикон. Он побольше, чем стихиок, кстати. Карты вы можете тоже ознакомиться, посмотреть. У меня они вроде есть в группе. Так вот, там главным философским вопросом является вопрос этический. И там, на этом материке, есть множество государств. И эти государства, каждый исповедует ту или иную этическую парадигму, свой этический канон. Чтобы каждое государство соблюдало свое этическое учение, была создана специальная организация, Этическая Полиция, строго наказывающая всех тех, кто не следовал законам своего государства. Такая общая организация, она всех наказывает. Они-то, в общем-то, эти гады и являются антагонистами данного произведения. Именно здесь и жили наши главные герои, напрямую столкнувшиеся с жестокостью этической полиции. А главного героя, ну, ему вообще вроде как руку отрубили даже. То есть не очень приятная такая ситуация. По закону его государства ему отрубили руку и отправили на остров, который находится рядом с материком. Там ссылают многих вот этих вот людей, которых называют неэтичными. Эти неэтичные наказывались по законам своих государств, ссылались, изгонялись, и они все изгоняйники, они все бедные, они плохо, плохо вот этим людям. В итоге они сбегают с острова, главные герои, несколько главных героев, и отправляются в этическую библиотеку, где рассчитывают узнать всю историю своего мира. Да, и чтобы понять истинную причину творящегося вокруг этического безумия. Ну, потому что, ну, действительно, полиция вот эта вот этическая будет творить множество странных, злых, отрицательных вещей, чтобы удержать этику, чтобы сделать ее важной, главной, интересной, замечательной и нужной самой. Но при этом они будут творить просто ужасающие вещи. Здесь закончим. Ну, это такое этическое исследование в прозе. Я очень мало этических исследований провожу, и поэтому, ну, это интересно тоже. От меня-то услышать что-то поэтике в большом количестве, вот-вот, возможность. Диа Сиента. Мир двух наук. Диа-2. Сиента-наука. Жанр философская фантастика. Это последний роман в трилогии про каталипси. Год написания 2015. Это история об ученых с двух материков Диа Сиента в мире про каталипси, которые вынуждены сражаться с какими-то странными невероятными монстрами, которые прибыли из космоса. Эти монстры пожирают целые континенты. То есть такая громадина, как метеорит, упала из космоса в океан и начала жрать постепенно города. Вот так вот города. Просто большая пасть высовывается из побережья и просто проглатывает город сразу и соскребает его, в общем-то, вместе с собой. Это было просто невероятное событие. Ученых это, конечно, всех очень удивило. Они сначала вообще не понимали, что происходит. Они думали, ну, песочек так, с песочком вместе, город так вместе сошел весь или что-то вроде такого. Много объяснений предлагалось. Как они ошибались, очень интересно. Как спорили с друг с другом. Причем две науки. С одной стороны наука теоретическая, а с другой стороны наука практическая. Вот почему Диа Сиента. Два таких материка друг с другом рядом находятся. Они спорят, спорят. А что мы можем сделать? А как мы можем это все решить? Кто прав, кто виноват? Что нужно узнать? Что нужно сделать? Это тоже одна из философских интриг данного романа. А что же может предложить против вот этих огромных могущественных пожирателей? Наука. Наука, причем разделенная наука, разделенная на два. Она разрознена на империзм и теорию. Как они могут согласоваться с друг другом? Как смогут победить невероятных, огромных космических монстров, непонятно. Но вы узнаете об этом. Вот в этом романе, кстати, впервые появились пожиратели. Вот этот образ пожирателей, существ, которые могут пожирать материки, планеты даже могут пожирать и много чего еще. Очень такие любящие покушать создания они, да. Они появились здесь впервые у меня. И они будут появляться в других романах очень-очень часто. Гибель вселенной. Здесь в этот роман включены сюжеты с первого по десятый. Тринадцать авторских листов, философская фантастика и также сумма всех романов. Место действия. Огромный пожиратель. Причем галактик. Галактический пожиратель, заметьте, да? Интересно. Огромный галактический пожиратель. Это место действия, внутри которого находится полноценная галактика, которая работает внутри него и внутри этой галактики будут перемещаться главные герои. Да. Вот уже такое интересное место действия. Первая сумма романов Александра Шадова, в которой переплетены сюжеты 10 предыдущих книг. В итоге оказалось, что все миры, описанные ранее, это один мир. На самом деле, да, оказывается, все в одном мире так или иначе происходило. Все, что я рассказывал до этого, это все происходило в одном мире. Я все это объединю внутри туловища, внутри пасти огромного пожирателя, да. В которой нашлось место философии, магии, науки и, конечно же, приключениям. Группа авантюристов прорывается сквозь космические просторы, чтобы встретиться с повелителем этой вселенной и разрешить все разногласия. Это интересный роман. Это очень наполненный роман, насыщенный роман. В нем много действий, в нем много разных героев. Антагонисты не такие однозначные. Если вы когда-нибудь в жизни сможете прочитать мои первые 10 романов, прочитать 11-й будет, ну, просто очень интересно. И там, конечно, имеется большой цикл с отсылками на все произведения предыдущие. И, конечно же, на Альфу и Омегу. Как же это все развернуть через Альфу и Омегу? Очень важно и очень интересно. Следующее десятилетие сейчас уже пойдет. Простите, тогда мы вернемся немножко назад. Романы 2016 года. И вот время началось, когда я начал писать по 10 романов в год. К счастью, мы видим у нас здесь серии романов. С сериями мы будем разбираться быстрее. Романы 2016 года называются так. «Фантастикон», «Триада», «Синоним Бога» и «Грани бесконечности». Серия романов «Грани бесконечности». Моя первая серия романов, она тоже вот такая вот интересная. Да. «Грани бесконечности», «Пещера возможностей», «Безграничная больница», «Дом тысячи возможностей», «Фантасмагориум», «Мир понимания», «Невозможные люди» и «Сынхауса». Вот все романы 2016 года. Давайте побыстрее сейчас ускоримся, будем в таком близ режиме работать. «Фантастикон». Блин, это только 12 романов, впереди еще много. Ладно, надеюсь полтора часа хотя бы получится. «Философская фантастика», 9 авторских листов, «Фантастикон». Место действия фантастикона, «Мир воображения». Действие романа происходит в абсолютно воображаемом пространстве. Здесь нет ничего настоящего, даже герои воображаемые. Вы, и именно вы отправляетесь в удивительное путешествие, потому что роман составлен таким образом, что он, во-первых, там нету полов, родов, главного героя, он перемещается там, и это описывается без пола. То есть это говорится вы, вы, всегда вы, всегда вот вы, вы читающий, вы это все делаете, все это наблюдается из ваших глаз. Это во-первых. Именно вы бросаетесь в путешествие по миру воображения, где не работают законы логики. Вы можете достать волшебный говорящий меч из камня и бросить вызов самому королю фантазии. Материки на этой планете, не материки, а сами, там космос, определенный космос, мировоображение, фантастикон, он состоит из различных существ планетарных масштабов. Например, из огромной огненной птицы Феникса, с одной стороны, ну это, да, такое вот стандартное клише прямо, но это целая планета, огромная птица огненная, на которой можно, на которой живут существа огненные, на которой происходит много всего остального. Фантастикон я написал под воздействием философии Гастона Башляра, когда я начал изучать его воображаемый дискурс, дискурс стихий. Он мне очень понравился и вдохновил меня на написание вот этого произведения, в котором нашлось место, с одной стороны, стихием, а с другой стороны, многим другим темам, связанным с воображением. Вы побываете в удивительных местах, увидите невероятных персонажей, которых смогла породить моя фантазия, и это просто, это бешеное произведение, это действительно бешеное, но очень смелое и очень интересное. Триада. Здесь давайте попроще, это философская фантастика Триада. Грядет слияние трех параллельных миров, Земли, Ада и Рая. Три герои разных миров пытаются исправить происходящее, чтобы спасти все три мира. При том следует заметить, что Земля, Ад и Рай, это не какие-то религиозные понятия, это просто параллельные миры. Ад, это место, где живут нравственные люди, но они тоже там смертные, рай, это место, где живут нравственные люди. Ад, где безнравственная Земля, где живут какие-то средние такие люди. Вот и все различие между вот этими тремя параллельными мирами. И герои, все герои, три героя, это просто один и тот же человек, просто в разных параллельных мирах получается. Ну то есть это три разных героя в трех разных мирах, но они имеют одну и ту же внешность. Это как бы один и тот же человек, они будут перемещаться в миры друг друга, из земли в ад, из ада на землю, и будут взаимодействовать с друзьями тоже друг друга и так далее, и так далее, и так далее. Продолжаем. 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 третий. Больше, чем игры. Потом идёт серия Орей. Это фэнтези. Мой самый большой основательный проект в области фэнтези. Цель которого была достаточно проста. Создать наконец-то фэнтези, в котором нет грёбанных эльфов, в котором нет грёбанной магии, в котором нет всего вот этого банального. Вот этих драконов всех, этих великанов таких банальных, которые все везде повторяются. Некромантов таких вот. Таких. Всего вот этого клишейного, всего, что было у Толкина. Всё, что было во времена Толкина свежим и в наше время уже давно просрочено. Я хочу сделать новое фэнтези. И Орей это то самое новое фэнтези, которое, в общем, на котором я работал в 2017 году. Ну, начнём мы... А, и 31-ое, конечно же. Неуловимый Сигурд Кёниг. С этим романом вы можете ознакомиться. Можете ознакомиться в магазине бесплатно. В моём магазине, да, бесплатно раздаётся книжки в электронном виде. Можете ознакомиться с этим текстом. Он выправлен более-менее неплохо. И многим, кстати, нравится. Наверное, один из самых таких сильных моих текстов за всю, в общем-то, историю. Поехали! Герой! Философская проза. Не фантастика. Наконец-то Шадов начал писать не фантастику. А почему? Ну, потому что всё-таки не везде же фантастику писать. Здесь исследуется уже во второй раз этический концепт. 12 авторских листов 2017 год. Это история, причём история о супергерои. При этом не фантастика. У него нет суперсил. Он проживает в Санкт-Петербурге. Так вот, этот герой. Используя современные технологии, он очищает город от преступности. Он ловит насильников, воров, убийц и педофилов. Но настолько ли те заслуживают жестокого наказания, избиения, поимки? Здесь ставятся такие суровые вопросы о юридических проблемах, о том, как сильно и, в общем-то, юридически человека могут наказать на множество лет, и что с ним делают вообще-то в тюрьме. С этим человеком после того, как его поймали, унизили, как его, в общем-то, лишили огромного количества времени, даже если он совершил не самое жестокое, не самое ужасное преступление. Рассматриваются ситуации, в которых преступники совершают преступления не только, в общем-то, из-за своей злой природы, а из каких-то других соображений. Герой начинает свой путь как серьезный борец за справедливость, у которого множество таких странных предрассудков, свойственных почти всем супергероям таким вот. Но поскольку он находится в реальном мире, он сталкивается с реальностью, он видит, что те люди, которых он ловит, они не всегда заслуживают того, что он с ними делает, он их избивает непосредственно, он их отправляет в полицию, и что с ними потом происходит. В общем-то, ему показывают, что он во многом был неправ. Он постепенно начинает осмыслять свои поступки и приходить, в общем-то, к другим мнениям, к другим позициям. То есть, этика — это не такой простой предмет, и юридическая практика — это тоже не такой простой предмет. Это, наверное, такой первый мой роман, который полностью посвящен даже не столько этике, сколько юриспруденции. такой обсуждению проблем юриспруденции, почему какие-то сроки там начисляются, почему как-то странно, несправедливо происходит, почему за изнасилование можно получить столько же, сколько и за убийство, и так далее, и так далее, и так далее. В общем-то, поднимаются вопросы на границе этики и юриспруденции. При этом это реалистический роман, но при этом, да, и про супергероя такого, который не обладает никакими силами. Здесь, в общем-то, в этом романе нет ничего фантастического. Все реалистично, но при этом, да, он вот такой. Неделя безумия. Это история о человеке с восьмью личностями, каждый из которых управляет телом в определенное время суток. Восьмая личность же все время подавляется и проявляется только ночью, во сне. Но в итоге у нее получается вырваться, чтобы разобраться с многочисленными проблемами своего носителя в крайне жестокой форме. Значительная часть этого романа происходит не во внешнем мире, поскольку вообще первая часть романа там, в общем-то, сначала все описывается с точки зрения семи личностей. Одна личность начинает в одно время, другая в другое, третья, четвертая, несколько дней, в общем-то, так проходит, а потом происходит большой сбой. И в итоге личности уже внутри сознания, внутри, в общем-то, мыслительной деятельности должны как-то разрешить проблему и справиться с восьмой. Это мой роман, посвященный вот такой вот проблеме сплита, да, из... Да, и причем это снято, это в чем-то написано до того, как вышел фильм, например, очень популярный. Поскольку я, кстати, работаю над этой проблемой, проблемой умножения личностей, проблемой, именно метода философского умножения личностей для использования его в понимании, этот роман, он тоже нужен, он тоже важен, и это здесь прорабатывается. Кстати, в моих романах много персонажей, у которых по несколько личностей одновременно. К этому просто, наверное, даже привыкнуть. Это такая характерная черта моего творчества. Ну, и как видите, место действия, реальность и подсознание. И здесь, действительно, это исследование с какой-то эстрадой. Это не просто интересный роман с интересным сюжетом, не просто остросюжетное что-то, в том числе остросюжетное, в том числе с диалогами, но это в том числе исследование. Это исследование того, как все это может происходить. Продолжаем. Больше, чем игры, опять философская проза и опять реализм. Кстати, предыдущий роман, он тоже написан... Да, это... Нет, это фантастика. Нет, это реализм. Это тоже проза. Это реалистический роман в том плане, что здесь нет ничего сверхъестественного. Больше, чем игры, философская проза, 10 авторских листов, место действия деревня, лес на берегу озера. Эта книга посвящена детским играм и детскому воображению. Группа детей, чьи родители вместе с ними отправились за город, играют друг с другом и представляют то, что происходит в этих играх. Они принимают участие в воображаемых сражениях, бороздят космос и побеждают всевозможных монстров, тоже воображаемых. Только вот воображаемый мир, в котором они неоспоримые герои, не соотносится с миром реальным, в котором у детей множество проблем с их родителями. Да, это тоже роман реалистический, но так получается, что проводя его через тему воображения, мы получаем чистую фантастику. Дети воображают в том, что они играют. Они играют в космических пиратов, в героев, в каких-нибудь магов, колдунов, да во что они только не играют. У них много различных игр, много тематических игр и много различных событий, которые с этими играми связаны. Все очень хорошо прописано, и при том, каждый ребенок отчасти воображает все по-своему, и на это иногда акцентируется внимание. И при всем этом это получается вот такой приключенческий роман, поскольку в их воображении происходит некое приключение. Опять же, остросюжетность в этом романе встречается, и все вообще элементы, которые есть в моих предыдущих романах, в том числе философские, они в этом романе присутствуют, но во многом благодаря воображению, потому что мир, который творят эти дети, он не существует на самом деле, поэтому роман реалистический. Но при этом он прописывается так, как будто бы он существует, потому что они видят его так, как будто бы он существует. Это тоже очень интересный двадцать четвертый мой роман. Аррей. Создана целая громадная планета. Планета Аррей, она большая, она разделена на две части большим ледяным кольцом. Темный Аррей, на котором все начинается, и светлый Аррей, до которого герои доберутся только в двух последних романах. Как бы, да. На темном Арре, все начинается в темном Арре. В Академии Гибридов. Гибриды, это... Кстати, во многом я написал это произведение после того, как я поиграл в третьего Ведьмака. Мне очень понравилась концепция. И я решил поработать именно над гибридизацией в том числе. И создать свой уникальный мир при этом. То есть, да, заметьте, у Ведьмака я взял совсем чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот концепция гибридов. То есть, вот-вот существа, которые скрещиваются со всевозможными монстрами, существующими в этом мире. Притом, это не просто какие-то однообразные Ведьмаки. Нет. Просто в этом мире существует огромное количество разных монстров. Их просто куча. И они все прописаны, кстати, в этом романе. Разных существ таких невероятных. Герои, вот эти вот гибриды. Это существа разные. Во-первых, есть существа там разных рас. Это рас. Во-вторых, есть гибриды разумных рас в смысле. Во-вторых, вот все эти существа, которые не являются ни эльфами, ни какими там гномами, нет. Есть едоки, которые такие толстые и много едят. Есть черные такие люди. Есть обычные люди. Есть множество разных там, в общем-то, существ, которые во многом не перекликаются с классическим таким фэнтезийным набором, стандартным. Так вот, они, плюс ко всему, вот эти вот гибриды, вот эти вот виды расы, они могут скрещиваться с монстрами. Получаются гибриды, обладающие сверхсильными способностями, которые позволяют им охотиться на других монстров уже, будучи при этом разумными. В Академиях собираются разные команды, и команды уже могут путешествовать по миру, по различным континентам, выполнять задания, повышать свой уровень в рейтинге. Арей — это не столько философское произведение, хотя философии там тоже много, и она там найдется. Это серия романов, посвященных архитектуре миров. Вот планета Арей, материк Миротиада, вот все это будет проработано идеально. Огромное количество различных созданий, существ. В общем, в этом романе я проявил силу воображения. Вот Миротиада, например, и Нанис — это другой материк, Орбис — это следующий материк, последний, который посетят герои в темном арее. Вот Светлая Арей, часть первая, это уже они перебрались через Ледяное Кольцо и оказались на обратной стороне планеты. Потом еще Светлая Арей, часть вторая. Тоже уже за кольцом они там путешествуют и разбираются с самыми главными и таинственными врагами — кукловодами. Так вот, кукловоды — это существа. Такие лысые, такие вот интересные. Они на инопланетян даже в некотором роде похожи, но их главная специфическая черта заключается в том, что из пальцев у этих существ торчат нервы их. Эти нервы могут перемещаться определенными нитями. Если эта нить войдет вам под кожу и коснется ваших нервов, то кукловод получит полный контроль над вашим сознанием, сможет управлять вашим телом, сможет переписать вашу память, сможет заставить вас делать все, что угодно, даже на расстоянии. Кукловоды — это высшая раса существ Арея. Но при этом это таинственные существа, которые живут по преимуществу в Светлом Ареи, и у них есть буквально несколько баз на темном. И они там что-то, в общем-то, делают, экспериментируют с другими существами, кстати, с другими расами, с другими разумными видами. Проводят свои странные эксперименты, которые многие, в принципе, не понимают. И, в общем-то, очень многое будет строиться на сопротивлении героев этим самым кукловодам. Продолжаем. Неуловимый Сигурд Кёниг. Философская проза — тоже реализм. А здесь я создал для этого специальный город, который называется Аранео. Кстати, здесь написано название серии «Квадрология» Аранео, но она уже актология, к сожалению. Не к сожалению, к счастью, наверное, это актология. 16 авторских листов — довольно большое произведение по сравнению с остальными. Если больше 15, то это уже для меня много, довольно много. Так вот. Оказывается, что иногда самые лучшие люди остаются бездомными. Может быть, вы с этим не согласны? Тогда познакомьтесь с Сигурдом Кёнигом, ставшим бомжом после неудачной защиты в аспирантуре. Он прошел своей жизни через многое, но теперь ему предстоит по-настоящему выживать. Ведь охоту на него объявил озлобленный чиновник корольков из города Аранео, непосредственно злой, русский, толстый, гадкий, мерзкий чиновник, такой вот антагонист. По несчастливой случайности, Сигурд стал свидетелем того, как политик убивает человека. Так и начинаются его удивительные, во многом забавные, но при этом безмерно глубокие приключения, где он встречается со многими другими прекрасными, замечательными бомжами, одним из которых является Диоген, который в качестве образа, прообраза, конечно же, опирается на Диогена Синопского. И этот человек будет делать все то же самое, что делал Диоген. Но это, чтобы вы поняли уже уровень романа, уровень его персонажей и проработки. Да. И не только они. Также там будет банда поэтов, также списанных современных известных поэтов. Это роман смешной, забавный, философский. Будет много философских бесед, будет много рассуждений, будет много проблем, и будет много такой вот интересной несправедливости, которая случается с порой замечательнейшими людьми. Ах, да, кстати, я думал, что я стану бомжом. Просто плюс ко всему, да, это тоже забавно. Вот мы и продолжаем дальше. Перемещаемся к романам 2018 года. Мы, наверное, через полчаса закончим с этим видео, с большим. Так вот, 2018 год, здесь у нас нет никакой серии. Представляете, как это так получилось? Никакой серии Шадов не предлагает нам. Вот негодяй. Так вот. Школа боевых искусств мастера Джан Юя. 32-й мой роман. 12 подвигов Эринии. 33-й роман. 34-й роман «Вечный Путин», который я, между прочим, уже напечатал, и который вы можете у меня купить. 35-й роман «Дар разубеждения Авроры Кук». 36-й роман «Слияние». В 36-м романе происходит слияние всех предыдущих романов, включая первые 11. 37-й роман «Скай Оунер», ну, то есть «Владелец небес». 38-й роман «Корпорация выбора». 39-й роман «Онта» «За пределами всех вселенных». И 40-й роман «Успешные люди». Переходим непосредственно к разбору. Ну, это очень долгий и тяжелый разбор, я понимаю всего этого, но я хотел это сделать. Хотел сделать уже это около недели. И, думаю, сейчас самое время. Продолжаем. Школа боевых искусств. Мастера Джан Юя. Философская проза, опять не фантастика. 13 авторских листов. Октология Аранео. Опять же, в Аранео происходит. Порядковый номер 32. Место действия юго-восток города Аранео. Напоминаю вам, что место действия Сигурда Кёнига происходило на севере города Аранео. Там такая северная часть. Оно пересекается такой тройной рекой, которая называется Триада. Она вот так вот идет. Значком из зачарованных почти, что вот так вот, да, проходит. Вот. Северный вот этот остров. Вот здесь происходили действия Сигурда Кёнига. Мастер Джан Юй это юго-восток. Вот эта вот часть получается. Вот здесь вот она находится. Мастер Джан Юй давно уже изобрел свое боевое искусство, которое называлось стилем осьминога. Джан Юй, кстати, переводится как осьминог. С китайского. Ну, вроде как. Надеюсь, что гугл-переводчик меня не обманул. Ему с какой-то стороны повезло. Ведь чиновник Корольков убил его отца. Кстати, это приквел. Приквел к Сигурду Кёнигу, да. А с которым тот уже давно не общался. Поскольку отец Джан Юй был достаточно богат, то нашему герою досталось огромное наследство, которое он потратил на то, чтобы открыть свою школу боевых искусств. Удивительный мастер быстро смог набрать себе учеников, ведь он обладал невероятной силой и умениями, которыми хотел поделиться с другими. К сожалению, многие ему завидовали, что привело к различным конфликтам. Также над его школой нависла тень отца и сына Корольковых. В прошлый раз я не сказал, что отец вот этого Королькова-младшего чиновника — это генерал. Генерал тоже в Аранео живет, и он тоже очень жесткий, гадкий, противный. И может направить на любого своего противника армию целую. Чжан Юй — это определенно философское произведение, это философия боевых искусств, боевого искусства стиля осьминога в том числе. Это рассказ о мастерстве, это рассказ о философии, это рассказ о контроле над своим мышлением, которое может быть достигнуто непосредственно, благодаря своим стараниям, усилиям. Но Чжан Юй — он сам по себе талант, но он воспитает огромное количество важных героев, персонажей, которые потом окажут огромное влияние на октологию Аранео. То есть к этому тексту возвращаться я буду периодически, чтобы вспоминать Чжан Юя в следующих своих произведениях, поэтому это один из таких важнейших романов, включая Сигурда Кёнига, которому я тоже буду так вот отсылать постоянно вот в этих романах из октологии Аранео. 12 подвигов Ирини, 12 авторских лицов, философская проза. Ириния стремится отомстить генералу Королькову и грязным чиновникам, из-за которых погиб ее возлюбленный и повсеместно страдают люди. Снарядившись в лучшую экипировку, девушка бросает вызов правительству Аранео, убивая гнусного политика один за другим, чтобы в итоге добраться до созлого генерала, которого она ненавидит больше всего на свете. Ничто не может ее остановить, если уж справедливость это право сильного, как считают враги Иринии, то она все делает правильно и принесет смерть тем, кто разрушил ее жизнь. Это не история мести, это вальс жестокости, это симфония ужаса, это целый водопад, сочащийся из всех сторон крови. Я просто должен был это написать, потому что, ну, это... Воображение это выглядело, ну, просто изумительно. Это прям взрыв мозга, который, ну, который я просто не мог написать. Я вряд ли издам этот роман, он очень запретный, он прям секретный, секретный роман. Она решила пройти через ад и взять на себя высшую ответственность за свои поступки, чтобы спасти всех остальных людей. Фух, это очень жесткий роман. Следующий роман помягче. Это известный многим Вечный Путин. Только 34-й роман. Философская сатира. Как видите, я впервые написал философскую сатиру и сразу же ее издал. Я думаю, я сделал большую ошибку, что издал именно этот роман. Но в чем же дело? Место действия Российская Федерация. Роман Вечный Путин. Это смеси ядерной фантастики и комедии в твердом переплете. Действие начинается в 2033 году. Через 13 лет, да. У Владимира Владимировича имеется 7 клонов. Путин-зюдоист, Путин-олигарх, Путин-тусовщик, Путин-святой, Путин-философ и Путин-ученый. Всем им уготовано в далеком будущем решить судьбу человечества. Кроме того, Владимир Владимирович, один из его, в общем, клонов, Путин-ученый, изобретает сыворотку бессмертия неожиданно. И оказывается, что Путин теперь будет жить вечно во всех своих ипостасях, которые полностью займут думу. В общем-то, везде в правительстве будет Путин. Это роман про одного Путина. Здесь везде Путин. И это в своей... С какой-то стороны, это тоже прекрасно, это интересно, это гениально читать, где везде просто один и тот же персонаж. Аж это экранизировать было бы классно. Где просто один и тот же актер, очень похожий на Владимира Владимировича, играет, в общем-то, его в разных ролях тусовщика, олигарха, святого философа, ученого. Помимо Путина и его клонов в книге вы обнаружите других известных персонажей. Дмитрий Анатольевич, Бедведева, Усманова, две футбольные команды олигархов. Ольгу Бузову, Реву, конечно же, Дугина и Навального. Куда же без Навального? Это просто ядерная сатира. Это прочитать, это, ну, можно посмеяться, действительно. Я очень редко пишу произведения, которые нужны только для юмора. Только для юмора. Но она не только для юмора. Там еще есть философия, там есть Дугин, который признается в чем-то интересном, который беседует с Путиным философом. Они очень так откровенно с другом разговаривают о философии в том числе. То есть есть такие философские моменты, есть много смешных моментов и очень много дикостей, таких, которые вот прямо, ну, взрывают мозг. Хорошее произведение, не лучшее мое произведение, но хорошее. В нем присутствуют все основные, в общем-то, элементы моего творчества. В любом случае, да, прочитать вы это можете, в любой момент, если захотите. Дар разубеждения Авроры Кук. Философская фантастика. Девять авторских листов. Год написания 2018. Место действия неизвестный город. В обычном городке... Так, сейчас, подождите. В обычном городке появляется странное космическое какое-то создание, которое называет себя убеждением. Оно дарует двум разным людям небывалую мистическую силу. Аврора Кук получает способность разубеждать людей. Она может убрать любое убеждение у своего оппонента, у своего друга. Например, он убежден друг какой-нибудь, что он там толстый. И все. Щелчок. До свидания. Он больше не имеет этого убеждения. А другой человек, это писатель, неудачник, Одиссей Миллер. Он, наоборот, получает способность убеждать кого угодно, в чем угодно. Оба начинают использовать свои способности. Аврора Кук, чтобы помочь своим друзьям, а Одиссей Миллер, чтобы добиться выгоды, что приводит их к противостоянию друг против друга. Этот роман является подготовительным перед следующей невероятной и мощной книгой, состоясь в двух или в трех томах, она написана в двух вроде, да? Да, в двух томах это слияние. Жанр философская фантастика. Плюс ко всему добавим, что это самая большая сумма романов, которые я когда-либо писал. То есть, с первой по 35 роман, плюс сказка Девочка Бафомет, плюс поэма Пантеон, тоже написанная мной, все в этом романе двухтомном переплетено. Объем тома первого 14 авторских листов, объем тома второго 15 авторских листов, но если вместе, это почти 30 авторских листов, поэтому пришлось на два тома разделить. Ух, 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 порядок, порядковый номер 36. Место действия Мир Слияния, в котором слились все возможные миры. Из-за ошибки Авроры Кук и злонамеренной деятельности Хаоса, Хаос это одна из вот тех вот сил, которые перечислялись в романе Грани Бесконечности, там была не только в общем-то возможность и не только актуальность, там еще было бытие, сущность, Хаос и другие такие аспекты мира. Все возможные миры, в общем-то, из-за их ошибки и злокозненной деятельности Хаоса слились в один, образовав единый мир, в котором соединились не только все самое хорошее из разных миров, но и все самое плохое. Все невероятные монстры, невероятное зло, все вырвалось наружу. Спасти эти миры берется изгнанный бог из Пантеона, вот того, который испаемый Пантеон, его зовут Умбра, Умбра-тень, понятно, он собирает самых сильных героев со всех вселенных, включая потрясающую девочку Бафомет, обладающую силой тщеславия, конечно же, чтобы бросить вызов самому Хаосу и обратить слияние, это разрушительное невероятное слияние, в котором скрестились все миры и в котором сошлись те персонажи, которые не должны были сойтись ни в коем случае, включая вечного Путина, включая всех остальных, вообще, всех остальных главных героев, конечно, всех упомянуть не получилось. Это роман Сумма, и он очень сильный, он сильнее одиннадцатого, на мой взгляд, романа, это вот то, чем можно мне гордиться, например, хорошее произведение. Sky Owner, философская проза, но, наверное, и фантастика в некотором роде. Десять авторских листов. Неизвестная планета, но она очень похожа на Землю. Так, никого, никто не написал. Так, действие романа разворачивается в прошлом и одновременно и будущем, а главными героями являются дальние родственники. Предок путешествовал по миру, чтобы купить небо во времена, когда еще не существовало самолетов и дирижаблей. Ну, по сути, он покупал небо над, в общем-то, любой страной. Понимаете, какая интересная концепция? Он просто закупал небо, оно было никому не нужно, всем было плевать на это небо. Самолетов нет, дирижаблей нет, ничего нет, воздух не запрещен, все что угодно, то и дело. Его же потомок, его же потомок, находят соответствующие документы и оказывается, что по наследству он становится владельцем всего неба над землей. Уже во времена, когда летают самолеты и дирижабли. Да, его потомок пользуется этой властью и отправляется в кругосветное приключение, чтобы подтвердить перед всеми государями свой статус властелина неба и стать самым богатым человеком на планете при этом. В общем-то, да, раскрывается такая вот история о том, как человек с мечтой купить небо отправляется с одной стороны по всему миру, а другой человек уже в будущем пользуется его плодами. Тоже очень интересная задумка, мне тоже нравится этот хороший роман, но он не самый сильный. А вот здесь начинается нечто. Это корпорация выбора. Философская проза, фантастика, 14 авторских листов и это полный вынос мозга. Главный герой является испытуемым корпорацией выбора. У него нет имени, у него просто номер. Я даже не помню, какой номер, но без разницы. Работники корпорации выполняют его волю и записывают результаты. Однако эксперимент этот не так уж и прост. С каждой главой герой все больше и больше подозревает своих благодетелей. Не актеры ли все они, вот эти вот люди, не превышают ли работники корпорации рамки дозволенного, законно ли вообще проводить такие эксперименты над людьми и так далее, так далее, так далее. Но в чем дело? В чем вообще сущность этого романа заключается? В том, что и читатель, и главный герой становятся перед выбором. В каждой голове будет вилочка такая. то есть после первой главы мы можем пойти по одной ветве развития, потом по другой ветве развития. Получается две вторых главы. В третьей главе еще по две. Или по четыре иногда вроде бывает, ну, не важно. Еще удвоение. Еще удвоение на следующей ступени. Итак, восемь глав. Есть место, где вилки соединяются, правда, одно, чтобы в итоге получилось 64 возможных концовки. 64 возможных концовки у этого романа. Вы можете прочитать его 64 возможными способами, по сути. Ну, там, с вилками сложнее, но 64 возможных способа. Но суть вся заключается в том, чтобы прочитать весь этот роман полностью, ухватить все возможности. Можно в любом порядке, но лучше снизу вверх, конечно, наверное, потому что, ну, тогда все интриги будут соблюдены. И в итоге понять всю историю, потому что все эти возможности, они едины. Ну, вы знаете, как это в играх обычно бывает, ну, просто у нас есть возможность сделать то, возможность сделать это, а потом все либо приходит к одной концовке, либо просто никак не связано друг с другом. Есть какое-то там кино, вот это вот, на Нетфликсе. Я его даже не смотрел, да, и я написал этот роман немножко раньше, чем оно вышло, даже не немножко раньше, на несколько месяцев раньше, ну, не важно. Дело-то заключается в том, что здесь все возможные варианты развития событий тесно переплетены друг с другом, и они все так или иначе завязаны в одной сюжетной линии. Это одна сюжетная линия вся. Когда вы все это прочитаете, у вас получится полный разворот этой истории большой, со всеми возможностями, со всеми нюансами, со всеми тонкостями. Поэтому Корпорация Выбора это очень сильное произведение. Одно из моих сильнейших идея написать эту работу и вообще воплотить ее возникло у меня давно, но я созрел к этому только в 2018 году. Онта. За пределами всех вселенных это самая вообще такая философская из всех фантастик. Восемь авторских листов, маленькая, но очень эффектная. Онта. Сферический мир за пределами всех вселенных, времени и пространства. Этот мир состоит полностью из хилия. Хилия это такая материя, материя, которая создана из маленьких сингулярностей различных вселенных, которые еще не взорвались, которые были не очень развиты, но в общем-то неважно. Каждая хилия, вот эта вот материя такая, она состоит из сингулярности. Представьте себе, интересно, да, уже. Это история, которая происходит в абсолютной пустоте и главными ее героями являются бессмертные создания, то есть онтасы, живущие внутри этой самой сферы из хили. Да, и эта материя хилия, состоящая из вот этих вот сингулярностей, она полностью подчиняется им. Их нервные системы помещаются полностью в эту черную, мощную, непробиваемую, прочную материю, которую они могут управлять, полностью менять форму своего тела, менять даже форму планеты каким-то образом, там, если они касаются земли, они могут делать так, что из земли что-то там появляется, из хилии, из этой самой, они тоже управляют. Так вот, Дейтимон, главный герой, он стал одним из них, теперь ему предстоит узнать, чем живут бессмертные и бесстрастные существа, вечно сомневающиеся создания, погруженные в бесконечную пустоту. Он-то это апофеоз, такой скептической, с одной стороны, философии, когда имеются вечно живущие боги, но они при этом безразличны, и они при этом во всем сомневаются, и ни в чем не уверены. Это мир, с одной стороны, настоящего скептицизма, а с другой стороны, настоящего противостояния. Это мир запредельный, в котором мы встречаем не только людей, но и совершенно иных существ. Это совершенно иные существа, они бессмертные, они мощные, они сильные. Это тоже философское исследование на грани абстракции, которое в итоге выльется в серию романов Вселенная Омега. Успешные люди, мы опять возвращаемся в октологию Аронео. Мы рады здесь снова оказаться, конечно же. Философская проза, 12 авторских листов, октология Аронео, порядковый номер 40. Данное произведение описывает невероятный, токсичный сбор одного инвалида-колясочника, которого зовут Эрнеста Гиара, который по счастливой случайности объединяет самых успешных людей в городе, не брезгующих заработать денег и пропиариться на недуге нуждающегося инвалида, бедного, да. В итоге замешанный бездарный военный писатель Георгий Лепин, поэтесса-проститутка Стефанида, бизнес-тренер Азат Веселов, агрессивная директриса Георгина Тюльпанова и многие другие герои. Всем успешным людям Маранео противостоит таинственной убийце, который называет себя завистником, ну потому что все эти модные прекрасные замечательные люди любят называть своих противников завистниками. И этот довольно мощный и сильный убийца, когда-то бывший учеником известного Джан Юя, бросает вызов всем вот этим вот мошенникам, негодяям и подлецам, которые наживаются и самому Эрнесту Гиара непосредственно, потому что он тоже по сути становится постепенно злодеем, который наживается, который обманывает людей. И вот завистник завистник борется с такими в общем-то созданиями. Вот. Поэтому этот роман кстати называется Успешные люди, он посвящен прежде всего им, но и завистнику. А конец у этого произведения по-моему очень замечательный. Очень замечательный. И здесь впервые появляется легендарная личность, которая в моих романах тоже очень хорошо так выглядит. Это Геродот. Это не тот самый Геродот, конечно, это не тот самый Геродот. Это человек, имеющий то же самое имя, что и у Геродота. Это тоже бомж, как и Сигурд Кёниг, но при этом инженер, изобретатель, боец, борец. Очень хорошо технический, физически оснащенный человек, который тоже бросит вызов кстати завистнику. У него механические, у него нет рук, у него нет ног, у него механические протезы на ногах и руках, которые позволяют ему даже отбивать пули. При этом ученик Джан Юио, мастера боевых искусств, тоже должен будет бросить ему вызов. Это и действие, это и философия, это и юмор, здесь кстати тоже есть такой, но вы как видите уже по описанию, юмор, жесткий, сатиры здесь присутствует. И соответственно, как и во многих других романах, связанных с Ранео, будет твориться такое реалистическое безумие. Считать рекомендую, конечно же. А вот и оно, вот и оно, но мы оно рассмотрим чуть позже. Романы 2019 года. Серия романов Вселенная Омега, Тысячеспиральная галактика, первый роман, Линейная галактика, второй роман, Электромагнитная галактика, третий роман, Мозайчатая галактика, четвертый роман, Живая галактика, третий роман, Зеркальная галактика, шестой роман, и Скрытая галактика, седьмой роман. В этой серии романов мы с вами окажемся во вселенной Омега, уникальном фантастическом философском эксперименте, в котором автор занимается построением целой собственной вселенной, включающей в себя огромное количество галактик и планет. На протяжении всего путешествия герои посетят 7 галактик и 56 планет. Уже заявка такая неплохая. Характерные черты вселенной Омега? Вообще нет людей. Нет, в звездных войнах есть люди, например, во всех космических штуках везде почему-то есть люди, непонятно, да, откуда они там появились, что они там делают, людей нет, все. Все. Ведь нелепо думать, что люди существуют во всех галактиках и во всех вселенных, это было бы очень странно и глупо, наверное. Правильно? Правильно. Все. В вселенной Омега нет людей, все персонажи инопланетные совершенно странные существа. Обилие всевозможных видов, вторая черта, и всевозможность, в том числе разумных. Третий пункт это разнообразные планеты, имеющие разные формы, цвета неба, растительность животных и так далее. Четвертый пункт это многочисленные культуры с разной философией, что тоже также характерно для вселенной Омега. У каждой планеты своя доминирующая раса, свой доминирующий вид. Этот доминирующий вид имеет ту или иную доминирующую культуру или философию, все это тоже разбирается, рассматривается. Герои отправляются на поиски могущественного Онтаса. Онтасы были вот в Онта в книжке. Его зовут Капелла, этого Онтаса. И они начинают свой поиск в тысячеспиральной галактике, самой большой галактике. Представьте, вот у нас галактика с одной спиралью. Ну, она такая вот так у нас. Вот так вот идут, да, из центра два таких щупальца. Или нет? Или да, я уже забываю, как внешний путь выглядит. Что же такое со мной происходит? Неважно. Представьте, в общем-то, тысячу таких спиралей. Вот размеры тысячеспиральной галактики где-то. Параллельно собирают эти люди, эти герои, полноценную команду. В эту команду входят Антологас, Эстетикус, Критикус, Этикас, Эпистемологас, Агностикус, Темпорас и Алхио. И они бросают вызов этой великой вселенной. У каждого этого персонажа своя тематическая составляющая. Ну, как вы поняли, Антологас рассуждает об антологии, Эстетикус об эстетике, Критикус все критикует, Этикас любит этику, Эпистемологас разбирает эпистемологические проблемы, Агностикус, он агностик, Темпорас, он мастер времени, а Алхио, это алхимик местный. Да, это определенные характеры, характеры, чья жизнь во многом посвящена разбору вот тех самых вопросов, с которыми связано так или иначе их имя. Ну, плюс ко всему, помимо вот этой тематической привязки, каждый из них является полноценным персонажем. Причем инопланетным персонажем, у каждого уникальная внешность, это все прочитать, посмотреть, зарисовки было бы тоже интересно, наверное, многим. Так вот, помимо этого, также есть множество других команд путешественников, которые перемещаются на специальных кораблях. Да, и тоже ищут капеллу, все ищут капеллу, все хотят найти капеллу, потому что те, кто найдут капеллу, в итоге смогут попасть вон-то и стать вот теми сами суперсуществами, бессмертными, защищенными вот этой вот хиле могущественной, состоящей из... сингулярности. Ну, да, вот это было бы прекрасно, стать вот таким существом. Многие этого хотят, и многие собираются это сделать, и очень огромная вселенская конкуренция возникает между командами. Да. Продолжаем. Ну, в общем, вот о чем вся вот эта вот серия. Много философии, много фантастики, много планет, много вселенных. То, что нужно, в общем-то. А дальше произведение, я уже даже аннотации, к сожалению, не писал. Ну, вот мы сейчас быстро, наверное, закончим. А «Кошмарный туризм» — это произведение, посвященное такой интересной проблеме, как путешествия. Путешественники, люди, которые очень любят путешествовать и очень не любят, в общем-то, говорить что-то плохое о тех местах, где они, в общем-то, выбывали. Вы, наверное, знаете много таких замечательных людей, которые, например, отправлялись в Индию, и там снимали на камеру все происходящее, и говорили, «Ох, как же это прекрасно! Как духовно и как замечательно!» А на камере мы, на самом деле, видим коров каких-то, везде лежат кучи навоза, бедные люди грязные, еле-еле выживают. Вот это и есть «Кошмарный туризм». Кошмарный туризм, когда вот эти вот все лощеные путешественники разбредаются по всему миру и говорят, «Ой, как это прекрасно!» И главные герои, они все такие. А один из персонажей, он из корпорации «Выбора», и его зовут Зет. Буквка «Зет» такая английская. Почти «Зоро», но он «Зет». У него белая маска надета полностью на голову. Зрачки есть, да, конечно. И, в общем-то, вот этот «Зет», который скрывает свою личность и пользуется в качестве оружия белым зонтом. Зонтом, и там у него кинжал, в общем-то, находится. Да. Он является, с одной стороны, телохранителем вот этих вот людей, которые отправляются в самый кошмарный туризм, который только можно представить по самым опасным и страшным местам этого мира. Но при этом герои, ну, поскольку это халява, конечно, соглашаются. Соглашаются отправиться в туризм. И сначала они побывают в самых страшных местах в России, например. А потом переместятся в Индию, Китай, в Афганистане даже побывают. То где они только не побывают. На острове смерти даже побывают. Где самые жестокие, в общем-то, самое жестокое племя живет. И при этом, при этом, они практически постоянно будут восхищаться. Ой, как же это прекрасно! Как это самобытно! Как это интересно! Вот все, что здесь происходит. Да, какая культура замечательная вот этого мира. А там происходит какая-нибудь дичь просто, не знаю. Люди из окон выбрасываются, убирают. Там кишки на асфальте лежат. А местная художница, вместо того, чтобы убежать оттуда с криком, она это начинает зарисовывать, например. Здесь такой тоже юмор с какой-то стороны. Произведение входит в серию Аронео. В серию романов-фактологию Аронео. 49-й роман. Хрониада. Тот же самый Зет. Корпорация выбора. И Аронео. Все это происходит вот там. Хрониада. Это произведение, написанное во множестве стилей. Как Уиллис, в общем-то, Джойса, с одной стороны. Но. Но имеется одно исключение. В Хрониаде появляется специальный механизм. Вроде он называется Хрониада как раз. Этот механизм, он может создавать вокруг людей. Специальная комната такая, в которую они заходят. И получается проекция прошлого. Через эту проекцию прошлого они проходят. Они изменяют в этом механизме какие-то события. А потом перемещаются в альтернативное будущее. Внутри этой же Хрониады. И там компьютер специальным, особым образом просчитывает. А что? А что получится, если, в общем, вы убрали там, не знаю, Юстиниана. Убрали. Убили Юстиниана внезапно. Все. Все. Не знаю. Платонскую академию никто не закрыл. Христиан больше как бы, да. Никто не продвигал так высоко, как, в общем-то, это случалось в те времена. Что же случится? Как изменится мир, если это произойдет? И эта машина все это предсказывает. Все происходит вот в такой технологической машинке интересной. Притом, каждое время и каждое перемещение описываются в своем стиле. Это полистилистическое произведение, в котором каждое событие описывается через какое-то ключевое произведение, ну, через стилистику того или иного ключевого произведения, связанного с тем временем, событием или доминирующим, в общем-то, в итоге мировоззрением. Например, когда побеждают платоники в будущем, автор переходит на стиль философских диалогов Платона. Например, и таких смен, ну, вроде тоже очень-очень-очень много. Десятки. Пятидесятый роман «Перерождение Герострата». Это вселенная перерождения, новая вселенная, да, которую я ввожу. И здесь прославляется великий деятель разрушения Герострат, который поджег храм Артемиды. Он его поджег, его казнили, он погиб, и вдруг оказалось, что он может переродиться. Он оказывается в месте, в котором находятся потрясающие какие-то зеркала странные. Какие-то странные зеркала. Это зеркала души, в общем-то. Зеркальная мозаика души перед ним предстает. Вот, он оказывается в ней, и с ним разговаривает его нулевое «я». И оно рассказывает ему о том, что он может перерождаться на самом деле. Он перерождается в следующий мир и теряет память о своей предыдущей личности. Ну, личность его предыдущая засыпает. Он становится уже другим существом, сновидцем. Да, который существует в определенных снах, что там делают, развлекаются или не развлекаются. Много чего, в общем-то, они делают в этих снах своих. И дальше у нас действие как раз развивается через перерождение, потому что этот сновидец внезапно смотрит на большой пожар в определенный этап своей жизни. Потому что здесь в романе «Перерождение Герострата» прописываются целые жизни множества существ. Да, 16 вроде будет всего существ в этом романе. И жизнь с рождения до смерти будет прописана, ну, не полностью, но в меру. Будет полностью описана, ну, вот интересно уже. И все личности, которые были, в общем-то, у этого существа до этого, они могут возродиться посредством каких-то определенных действий. Например, чтобы возродить Герострата, нужно посмотреть на огонь, очень большой огонь, который, в общем-то, прям посмотреть на него и вдохнуть вот этот вот запах огненный, понять, что разрушение перед тобой настоящее происходит. И тогда Герострат пробуждается. И у этого тела, в этом новом мире, перерожденном, появляются две личности. И Герострат обязательно начинает склонять своего, в общем-то, товарища к уничтожению самого главного храма, самого главного здания, самого главного дома, статуи, чего угодно. Самого главного символа, который здесь существует. Потому что Герострат олицетворяет перерождение. Ну, то есть, именно перерождение, то есть, через уничтожение уничтожишь, появится новое. Уничтожишь новое, появится еще что-то более новое. Это такая концепция, которая восходит к концепции огня Гераклита. Вечное возвращение. Но оно включает в себя вечную войну и вечное возрождение. Причем, заметим, что Герострат тоже Элеис, как и Гераклит, и я их тоже вместе с другом увязываю. Это одновременно и философский роман, это одновременно и очень насыщенный, действенный роман, в котором много миров и в котором применяется воображение. При этом все это множество миров помещается в перерождении Герострата в одной книге, вроде их 15 тысяч символов, ой, 15 авторских листов там, ну, приемлемо. 51-й роман, последний, который описывается в моем меню, ну, не описывается, а упоминается в моем меню, это «Психбольница Аронео». Фух, как я уже устал, честно говоря. «Психбольница Аронео» — это произведение о том, как секретного агента внезапно посадили в больницу на острове, который находится, вот, в общем, помните, вот эту вот реку такую тройную, да, я уже про нее рассказывал. Вот остров находится в центре этой реки и выбраться оттуда очень трудно. Это такая больница-башня. Его сажают на самый верхний этаж. Чтобы выбраться оттуда, надо спуститься вниз. Герой, конечно же, сбегает. Это псих, который смог сбежать, и он перемещается по вентиляции и знакомится с другими психами. Вас ждет 64 психа непосредственно. С ними будут вестись диалоги и какие-то действия. Также на протяжении всего романа вас будут пугать не столько сами психи, сколько врачи этой странной больницы. Потому что врачи тоже очень странные и невероятно сильные. Потому что каждый из них без проблем может разделаться с этим самым агентом. Суперагент, он довольно сильный такой мужик, по сути. Он прекрасно физически подготовлен. У него, конечно, немножко поехала крыша. Но он силен. При этом победить любого из врачей без хитростей у него не получится никогда. Потому что он недостаточно силен. Они сверхлюди по сравнению с ним. Они очень страшающие. О, я заговорился. Так. Так вот. На больнице. В больнице существует несколько этажей. Этаж военных. Там люди, которые сошли с ума на почве войны. Этаж религиозных больных. Этаж больных философией. Больных наукой. Больных даже медициной. Есть медики, которые больны. И, в общем, по этим этажам он знакомится с разными персонажами интересными. И вот так вот, в общем-то, происходит его продвижение. Больше всего он, конечно, хочет выбраться из этой психбольницы. Покинуть ее, освободиться. Очень интересное произведение, которое завершает октологию Аронео. Так. Ну, в принципе, что. Давайте я хотя бы упомяну то, на чем я сейчас работаю. И мы закончим первое видео, которое я хотел записать. Это только первое видео. Мои работы, романы. К сожалению, вы этого не видите. 2020 год. Первое. То есть 52-й роман, который я уже написал в этом году. Называется Эвалия Дея Нихилия Когита. Это про девочку эволюцию. Это девочка инопланетная, которая появилась на Земле еще до того, как возникла на ней жизнь. И именно эта девочка обладала способностью создавать эту жизнь. Заставлять ее эволюционировать, развиваться. Именно она была следствием того, что происходила непосредственно эволюция. Эволюция. Вот такая вот она интересная девочка. Вместе с Эвалией вы пройдете через все этапы эволюции. Через все, в общем-то, знаете, разделения на разные эры, эпохи. Через все вы пройдете. Познакомитесь со многими, довольно-таки известными многим, конечно же, существами. Как она их создавала, как они взаимодействовали, как они вымирали. Все это в интересном фантастическом романе Эвалия Дея Нихилия Когита. И сейчас я работаю над большой серией романов, которая называется «Время и пространство». Наверное, про нее ничего рассказывать не буду. И когда я ее закончу, у меня будет уже 59 книг. Ладно, все. Час, тридцать, четыре минуты. Восьмикратно прощаюсь со зрителями Ютуба, со зрителями Твича. Я думаю, мы сейчас еще встретимся. Ну, то есть, трансляция продолжается. Вы не уходите. Сейчас будет финальный ролик. И, в общем-то, я потом вернусь после финального ролика. Запись уже будет сделана тогда. Восьмикратно прощаюсь со зрителями Ютуба. Скоро вернусь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok